Вечер Кто-то хочет расслабиться в баре, кто-то будет несколько часов болтать с подругой за чашечкой кофе, а кто-то решит поужинать в хорошем ресторане. Но всех этих людей объединяет одно. В первую очередь они хотят вкусно поесть. Еда необходима каждому из нас для того, чтобы удовлетворить три основные потребности. Во-первых, каждому из нас вечером хочется съесть что-нибудь из любимых блюд. Насладиться вкусом еды. Во-вторых, нам необходимо получить все питательные вещества, которые дадут энергию для дальнейшей работы организма. В-третьих, наполнить желудок, чтобы избавиться от чувства голода. Это самая важная и почти неконтролируемая потребность. Но вне зависимости от того, кто, где и что ест, все эти люди сталкиваются с одной проблемой. Какой бы вкусной и сытной не была их еда, она никогда не будет сбалансирована. То есть не обеспечит организму оптимального соотношения всех питательных веществ. У этой проблемы есть две основные причины. Во-первых, даже в натуральных продуктах полезных веществ осталось катастрофически мало. По данным Министерства сельского хозяйства США и НИИ питания РАМ, за последние 50 лет содержание в яблоках витамина С, железа и магния снизилось на 40%. Бананы стали беднее бета-каротином и железом почти на 60%. Содержание в салате кальция, магния, фосфора и железа сократилось более чем на 80%. Количество витамина А в курином мясе снизилось на 70%. А из говядины этот витамин полностью исчез. Во-вторых, современные производители ради прибыли добавляют в продукты питания множество вредных веществ. Используют несовместимые со здоровьем консерванты и усилители вкуса. Искусственно увеличивают сроки годности. В результате чего мы получаем вкусную и ароматную еду, которая попросту опасна для здоровья. По заключению Всемирной организации здравоохранения, 80% всех болезней человека связано с неправильным питанием. Ну и самое главное, от того что, как и сколько мы едим, зависит как и сколько мы будем жить. Каждому из нас нужна еда, которая будет не только сытной и вкусной. Но главное, создаст в организме баланс необходимых микро и макроэлементов. Еда для жизни. В природе не существует продуктов, которые содержали бы в себе оптимальное количество всех питательных веществ. Но благодаря достижениям науки и развитию современного пищевого производства их удалось создать. Energy Diet – высокотехнологичный продукт европейского качества, созданный на основе компонентов природного происхождения. Он производится во Франции и продвигается в европейских странах, в России, Украине, Казахстане, а с недавнего времени и в Канаде. Это полноценные заменители пищи, которые помогают восстанавливать и поддерживать баланс необходимых питательных веществ. А еще, в отличие от большинства продуктов для здорового питания, Energy Diet – это вкусно. Для того, чтобы понять, кому и для чего нужен Energy Diet, мы решили провести эксперимент. Мы взяли шесть человек. Александр Кириллович, 55 лет, женат, трое детей, инженер. Евгения, 25 лет, не замужем, профессионально занимается спортом. Дмитрий, 37 лет, женат, один ребенок, политолог. Егор, 26 лет, не женат, работает барменом. Татьяна, 28 лет, замужем, ребенку 8 месяцев, экономист. Валентина Ивановна, 62 года, двое детей, четверо внуков, на пенсии. Мы предлагаем вам отправиться в магазин и купить себе продуктов на завтрак, обед и ужин. С тремя условиями. Во-первых, в совокупности во всех купленных продуктах должна содержаться суточная норма белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки. Во-вторых, эти продукты должны удовлетворять вкусовым пристрастиям испытуемых. То есть должны быть не только полезными, но и вкусными. В-третьих, калорийность всех этих продуктов не должна превышать суточную норму. Одному из участников эксперимента мы предложили заменить завтрак, обед или ужин порцией Energy Diet. И, как и всем остальным участникам, купить продуктов на два других приема пищи. Ну а теперь отправляемся по магазинам. Если говорить о взрослом человеке репродуктивного возраста, то потребности в белках примерно одинаковы. У женщин потребность в белке может составлять от 60 граммов в сутки до 80. У мужчин суточная потребность в белке несколько выше. Физиологическая потребность в углеводах колеблется от 300 до 400 граммов в сутки. И, конечно, особое значение нужно уделить жирам. Основная погрешность в питании жителей нашей страны – это злоупотребление жирной пищей. Клетчатка – еще один чрезвычайно важный элемент, который должен присутствовать в ежедневном рационе каждого человека. Они являются пищей для нормальной микрофлоры нашего кишечника. Это уже профилактика дисбактериоза и, естественно, улучшение состояния иммунитета и защитных сил организма в целом. Подведем итоги и выясним, получат ли участники нашего эксперимента все необходимые им вещества. Наш эксперимент показал, что в большинстве случаев мы не можем обеспечить себя необходимыми питательными элементами. Только одному участнику эксперимента удалось приблизиться к норме по всем показателям. Наши герои покупали продукты только на один день. Но представьте, если в таком критическом недоборе одних веществ и избытке других проходят недели, месяцы, годы, а в итоге от того, что, как и сколько мы едим, зависит ни много ни мало продолжительность отпущенных нам лет. Energy Diet – это полноценная, идеально сбалансированная пища, которая обеспечивает наш организм необходимыми микро- и макроэлементами. Мы получили на экспертизу более 20 образцов продуктов под общим названием Energy Diet. Меня поразило, на самом деле, насколько ответственно подошли разработчики. Что касается белковой составляющей, здесь очень важный момент – отсутствие ГМО-модификации. Так вот, все это было отслежено. ГМО-растительного происхождения нигде не обнаружено. Жиры все с очень правильным соотношением насыщенных и ненасыщенных кислот. Все имеют более ненасыщенные кислоты в достаточном количестве. Поскольку это только растительные жиры, как следствие, значит, в этих образцах нет холестерина. Полностью состав продукта отражен на этикетке. То есть здесь соблюдены все законы, потребитель может спокойно, если вот ему хочется детально разобраться. Ничего не добавлено того, что на этикетке не присутствует в составе. И наоборот, все, что заявлено в составе, оно есть в наличии. В одной порции Energy Diet содержится столько же витамина А, сколько в 200 граммах сливок. Витамина Д3, как в 3 литрах молока. Витамина Е, как в килограмме творога. Витамина С, как в половине лимона. Витамина В1, как в 300 граммах какао. Витамина В2, как в 480 граммах свиньи. Energy Diet содержит клетчатку. Чрезвычайно важный компонент, которого критически недополучает каждый человек. Кроме того, в состав продуктов введен комплекс ферментов. Они помогают пищеварительным процессам, способствуют быстрому расщеплению и более полному усвоению белков, сохраняя при этом активность собственных пищеварительных ферментов организма. Между полезной, недорогой и вкусной едой 95% людей всегда выбирают вкусную. Energy Diet – это еда. Именно поэтому очень важно найти свой вкус. Перед каждым участником нашего эксперимента 11 вкусов Energy Diet. Мы предложили попробовать и найти свой. Линейка Energy Diet постоянно пополняется новыми продуктами. Кроме привычных коктейлей и супов, увеличивается количество твердых вкусов. Звезды шоу-бизнеса. Спортсмены, политики и телеведущие доверяют этому продукту. Мне хочется есть правильно, потому что я чувствую себя лучше. На данный момент в жизни Energy Diet – это то, что мне понравилось, и то, чем я пользуюсь. Это нормальный, полноценный продукт. Чем съесть какой-то, хоть док, я лучше, вот, по-другому, там, и по Energy Diet. Это реально кричат. Это перестань такая чушь, как у нас работает. Это просто полноценная пища, как таковая. Качественный, хороший продукт просто. Я, у меня такое... Просто нереально вести образ в моей жизни, если бы у меня не было сил. Если бы ты неправильно питался. Я принимаю этот продукт, наш Energy Diet, каждый день. Я бы по-другому не получал это. Ежедневно десятки, сотни, тысячи людей решают изменить свое питание. А значит, изменить свою жизнь. Вместе с Energy Diet. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...